Что-то застеснялся? Где твоя улыбка красивая? Вон как вымывается Вася. Свою улыбку Василий уже не прячет. Стесняться почти нечего. Серьезные диагнозы, среди которых ДЦП, микроцефалия и дисплазия суставов, почти разрушили зубы. Хотя Васе всего 19 лет. Услуги стоматолога по полюсу ОМС получить не удалось. Рассчитывать на помощь общественных организаций теперь сложно, ведь Василий совершеннолетний. Сейчас в Омске с такими особенными взрослыми работает только один фонд – «Обнимая небо». Волонтерам удалось собрать 52 тысячи рублей. Хватило на восстановление пяти зубов. Для полного лечения не хватает еще 120 тысяч. Единственное, вот «Обнимаю небо», пока нам помогает, не бросает, не забывает про нас. Честно говоря, к нам вообще никто не ходит. Только если мы позовем, нужно ЭКГ сделать, либо анализы, кровь на дом приезжает. А так уже все еще в детской, когда мы были, еще там невролог к нам ходил домой. А сейчас во взрослой, в принципе, никому мы не нужны, я так думаю. Сегодня Василия впервые навестила медицинская сестра, тоже из фонда «Обнимая небо». 30 декабря 2020 года организация получила лицензию на оказание медицинской помощи. Теперь в фонде намерены восполнить пробел в посещении, неизлечима больных амичей терапевтами или профильными врачами. В 2021 году фонд обзавелся автомобилем и стал первой в Омске выездной и палеоативной службой. Помощь в перевозке тяжелобольных, снабжение нуждающихся средствами ухода и гигиены, а также работа с психологами. Этим волонтеры фонда занимаются уже пятый год. С получением лицензии, говорят специалисты, возможностей стало еще больше. Что мы делаем на выезде? Мы рекомендуем препараты в соответствующих базировках адекватных, учитывая клинические последние рекомендации. Все это мы расписываем, но это не рецептурный бланк. С этими назначениями пациент, либо чаще всего его родственники, в последующем обращаются к участковому терапевту территориально в своей поликлинике, либо участковому онкологу. Надеемся, что мы сможем сами работать уже на рецептурных бланках и это будет, это гораздо облегчит вообще пациентам жизни, их родственникам. Сейчас на попечении волонтеров фонда находятся 200 пациентов. Большая часть из них с диагнозом онкология. По словам руководителя благотворительной организации, есть силы оказывать помощь еще большему количеству нуждающихся мечей, но многие о существовании фонда просто не знают. Для того, чтобы обратиться к нам в фонд за оказанием палеоактивной помощи всесторонней, то есть и медицинской, и психологической, и социальной, и волонтерской, для этого нужно позвонить по телефону 48 46 25, либо обратиться в социальные сети в нашей группе ВКонтакте, в Инстаграме, и наши специалисты ответят. Исходя из почти пятилетнего опыта, волонтеры отмечают, чаще всего палеоактивные пациенты и их родственники нуждаются даже не в деньгах, а в общении и психологической помощи. На этот случай в штате обнимая небом такой специалист тоже есть. В семье, когда есть заболевший человек, тяжелобольной человек, это кризисы и внутриличностные, и межличностные. Люди теряют свой социальный статус, свое понимание того, что дальше будет происходить в их жизни. Им нужна поддержка. Это очень серьезный такой пазл в нашей работе. И достаточно много приходится уделять внимания тем людям, которые находятся уже на этапе умирания. Потому что там совершенно другой подход. Это именно палеоактивная психологическая служба. По словам специалиста, понять и оказать необходимую психологическую помощь неизлечимо больному лучше всего с мужа человек, сам столкнувшийся с такой болезнью. В фонде «Обнимая небо» запускают еще одну программу «Я рядом» для помощи онкологическим больным. Суть в так называемом равном консультировании. Волонтеры, на мечи, для которых диагноз рак не стал приговором. Сейчас они находятся в стадии ремиссии, готовы поделиться личным опытом, как не потерять надежду на жизнь, несмотря на диагноз онкология.